Люди, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вновь программа Культ Просвет. И я должен сказать, что на прошлой неделе нас, или это было на этой неделе, я уже не очень помню, жара действует. В любом случае, нас неумолимый Зум выбросил, скажем, из своего пространства и прервал нашу беседу с двумя гостями из Петербурга. Куратором художественной галереи Арт Лига Юлии Рыбаковой и художником, дизайнером, победителем конкурса «Золотая яблоня» Данилом Вяткиным. Рассуждали мы в предыдущей программе о их идее, совместной идее создания новой выставки петербургского плаката «Здесь и сейчас». Мы немного поговорили в первой части, насколько это было возможно во временных рамках, о предыдущей идее и выставке «Хроники русской глуши», которые Данил Вяткин представлял в галерее Арт Лига и постепенно перешли до того, как нас выбросило, к теме актуальной ситуации плаката, петербургского плаката и идее самой выставки. Поэтому я очень рад, что сегодня, благодаря тому, что и гости нашли время, мы продолжим нашу беседу. Напомню также, что сегодня за пультом звукорежиссер Евгений Копеин, и мы продолжим нашу дискуссию о петербургском плакате. Я хотел бы задать вопрос Юлии, прежде всего поблагодарить за то, что вы снова нашли время подключиться к нашей беседе, извиниться за Zoom и вернуться к теме плаката. Скажите, пожалуйста, при всем большом количестве работ, которые были присланы, вам удалось внутри этого процесса, этого материала, создать какие-то, может быть, внутренние структуры. Как вы обходились с этим потоком информации, с разными версиями? Потому что, как мне кажется, стороннему наблюдателю, тема плакат здесь и сейчас — это огромная тема, она просто безмерная. Есть какие-то внутренние структуры, как вы пытались воссоздать это пространство и представить его будущему зрителю? Да, я бы сказала так, что поскольку мы ничем не ограничивали художников, они присылали любые работы в жанре плаката, которые они хотели, то у нас в каком-то смысле сложились такие тематические принципы, потому что там оказались и афиши, и плакаты, которые так или иначе доносят какую-то личную позицию художника. Кроме того, там были, как я уже в прошлый раз говорила, там были учебные плакаты, и они настолько эстетически все разные, что, пожалуй, сформировать какие-то конкретные блоки у нас, кроме как тематически, это не получилось. Но, как мне кажется, может быть, Даниил меня здесь поправит. Да, Даниил, добрый день еще раз. И тогда, пожалуйста, может быть, ты мог бы рассказать о том, как удалось и удалось ли вообще структурировать это пространство? Да нет, мне кажется, и задачи такого не стояло структурировать, да и какой-то возможности. На самом деле, как Кирилл, действительно правильно сказала, что здесь такая масса была совершенно различных тем, стилистик и всего остального, что да и не было особенного смысла. Тем более, что сама тема, петербургский плакат здесь и сейчас, да, она не подразумевает какой-то системности, да, может быть, еще чего-то. То есть мы максимально старались вот этот вот диапазон того, что происходит, да, передать. То есть это не обязательно профессиональный дизайнерский плакат, а это учебные, действительно, и плакаты стрит-артистов, которые в основном работают там или на улице, да, либо как-то еще с более такими художественными, что ли, вещами, да, такими, может быть, менее утилитарными. Вот. И коммерческие какие-то вещи периодически там даже встречаются. То есть диапазон абсолютно широк, и структуровать его абсолютно не нужно, не обязательно, мне кажется, было. И так хорошо. Я хотел бы напомнить, что когда ты заканчивал или закрывал или разбирал свою выставку «Хроники русской глуши» в арт-лиге, я присутствовал в качестве неквалифицированной рабочей силы, но скорее даже подслушивал ваш разговор с Юлией. И я помню, что вы бурно рассуждали о том, каковы все-таки критерии отбора, что останется вне рамок арт-лиги, что не войдет. И я помню также из наших бесед о том, что одним из критериев или одной из проблем был вопрос цитаты каких-то передыдущих периодов, стилей, образов, назовем это почерком. Но с другой стороны, в постмодерной культуре мы все являемся набором цитат. А и в то же время... Все, приехали. Да, ну вроде говоря, что уже есть постпостмодерн, может быть, мы все-таки выйдем на какие-то новые пространства, но пока еще не придумано название, значит, может быть, пространства не существует. Но арт-лига существует и через какое-то время разместит в своих стенах часть того, что было прислано. Возвращаясь к цитатам, к копиям, к реминисценциям, что все-таки стало каким-то критерием отбора? Оригинальность в мире сносок. Ну, во-первых, одним из критериев отбора, таким основным, было то, что картинка с надписью – это не всегда плакат. Это была такая основная, на ней погорели множество приславших работ. То есть недостаточно просто нарисовать иллюстрацию, к ней приписать что-нибудь или милое, или не милое, и сразу же превращается в плакат. Нет, не превращается. Поэтому вот это был один из основных критериев, который отсел множество просто рисунных картинок. А если говорить о цитировании, то да, действительно были присланы очень классные работы, но, например, в стиле 80-х. Или не в стиле 80-х, а именно в 80-х. То есть плакат же – это еще такая достаточно актуальная тема. То есть она затрагивает какие-то вещи, о которых говорят, да, действительно здесь и сейчас. Вот, поэтому плакаты, например, были присланы такие 80-тические абсолютно, и тема 80-тическая, и графика 80-тическая, и композиция 80-тическая. И они очень крутые. Действительно очень крутые работы, но они не отражают существующие нынешние ситуации в Петербурге, в стране, в искусстве. Вот, поэтому, да, такие работы приходилось отсеивать. Но при этом, так как вообще, в принципе, 80-е до сих пор еще модные, хотя сейчас на них уже немножко, их немножко уже втеснят 90-е, были выполнены несколько работ в стилистике плакатов 80-х, вот этой вот такой вот странноватой графики, используем фото, небольшого количества текста, такого глубокого смысла, но на актуальные темы, на темы всего лишь сегодня. И вот они уже в выставку вошли. Но это такая очень сложная, тонкая, на самом деле, штука. Конечно, до сих пор у нас сам с собой бывает спорю по поводу того, что правильно ли я сделал тот или иной выбор, пересматриваю эти работы и думаю, а может быть не надо, а может быть надо было эту работу включить, а может быть наоборот. Но что сделано, в общем, да, сделано. Благодарю. Задам вопрос, вернее превращу тезис Даниила в вопрос для Юлии. Картинка с надписью «Не плакат». Скажите, вы как куратор выставок согласны с этим тезисом? И если это так, то каким образом мы можем узнать, когда картинка превращается в плакат? Вот плакатность, простите, плакатность плаката — это что? Я задаю, может быть, несколько глупые вопросы, но это в какой-то степени тоже и социология искусства. То есть каким образом вы отбираете работы, отобрав работы, вы предоставляете пространство, вы представляете площадку, вы развиваете каким-то образом биографию художника или, наоборот, не развиваете, если плакат этот, условно говоря, забракован. Так вот, в чём плакатность плаката? Ну, да, перед тем, как ответить на этот вопрос, я бы хотела отметить, что у нас, по сути, нет забракованных плакатов, потому что все плакаты, которые нам прислали, можно увидеть. И у нас проект делится на офлайн-проект, который у нас будет проходить в галерее, и на сайте можно увидеть все плакаты, и у нас обязательно будет какой-то QR-код висеть, по которому зритель, придя на выставку, сможет открыть ссылку и посмотреть все плакаты. Это во-первых. Во-вторых, я не совсем могу ответить на вопрос, который вы сформулировали, потому что я, в отличие от Даниила, не являюсь таким специалистом по плакату, и у нас как раз вот на этой почве были некоторые споры по некоторым художникам, потому что, действительно, грань очень тонкая, и я бы сказала, субъективная. Вот в чём заключается, собственно, плакатность или не плакатность? Я бы сказала, вот эта субъективность заключается в том, что каждое произведение искусства на человека оказывает разное влияние. В принципе, плакат должен производить какое-то внятное, ёмкое, яркое впечатление и доносить какой-то очень понятный тезис. И, ну, а я, действительно, это просто какая-то шуточка, и сразу становится понятно, что да, это не плакат, это просто вот такой, я не знаю, мема, демотиватора, как угодно это можно назвать, но не плакат. Но это очень субъективное ощущение, и именно поэтому выбор, конечно, Даниилу, совершенно прав, был очень сложный. Хорошо, таким образом я, может быть, вернусь обратно к Даниилу и задам этот вопрос ему. Скажи, пожалуйста, плакатность сообщения, пространство, значит, вот картинка с сообщением, когда всё это становится плакатом? Потому что Юля упомянула очень интересный аспект, впечатление, которое производится работой на, допустим, на вас обоих, кто отбирает работы для будущей выставки. А если я сейчас скажу, может быть, что-нибудь совсем такое иеретичное, а вдруг это просто недостаточно впечатлительность того, на кого впечатление должно быть произведено, что тогда? То есть тогда получается удалось, не удалось, повезло, не повезло, ведь это же тогда совсем никаких критериев нет. И это тогда максимальная субъективность? Что делать? Что делать? Сразу несколько вопросов получилось. Тяжело, тяжело, тяжело. Нет, ещё раз повторю, что это был действительно очень тяжёлый выбор, да, и не помню, говорил я или нет, я когда первый раз просматривал работу вообще, я думал, ухожу из дизайна, не хочу больше ничего делать, такие классные работы, что я буду продолжать вот эту свою ерунту. Вот, а если серьёзно, есть, наверное, можно на несколько категорий вообще плакат разбить, да, опять-таки, с каким-то плакатом, может быть, иметь какое-то ясное, ясное действительно послание. Вот, ну, приходите на выставку, или там свергнем царя, или ещё что-нибудь такое же. Вот, плакат, может быть, не нести какую-то яркую, возможно, мысль, но быть плакатным по форме. Вот, то есть, тут, кстати, тоже интересный момент, да, что значит плакатный по форме? А у него могут быть определённые, да, в соответствии с обстоятельствами, определённым, да, актуальным плакатным трендом, да, который, вот, видим мы на выставках, плаката разных, там, на всяких конкурсах, на всяких финалей и так далее, финалей, четвериналей и всё остальное. Вот, и, естественно, когда, ну, так как я вот в плакатном деле более-менее варюсь, вот, и довольно много переваривают на эту тему информации, зачастую, зачастую видно, да, что вот эта вещь, например, достаточно актуальна, и она находится, ведь, может быть, она не совсем плакатна по посылу, да, но она плакатна по форме, там есть какой-то, возможно, подход особый к тексту или подход особый к изображению, да, он не, он зачастую, он не отстранённый, скажем так, хотя тут тоже не всегда правильный, он всегда, но зачастую плакат всё равно направлен на зрителя, то есть это не может быть, или в крайнем случае, крайне редко, может быть такое созерцание чего-то там, такое вот непосредственно какое-то отстранённое, какое-то, как будто через призму, там, я не знаю, времени, опыта, там, всё остальное, вот, оно всё равно как-то, как-то вот, вот рядом, как будто плакат как будто вот стоит рядом с тобой и вот с тобой начинает разговаривать, такое вот какое-то ещё ощущение есть, но это, опять-таки, действительно, действительно, всё это очень субъективно и действительно всё это зависит от насмотренности, от того, что сейчас модно, что сейчас актуально, как сейчас вообще, в принципе, делаю, да, какие мысли и какие темы сейчас, да, в 2021 году задействовали, поэтому, да, критериев, на самом деле, не один и не два и не три, да, и когда я пытался вычислить какие-то основные критерии, да, у меня сначала получилось не одного, а потом получилось сразу же штук 15, вот, поэтому выделить действительно что-то такое вот единственное, поэтому каждому плакату приходилось подходить индивидуально, да, и смотреть, вот эта вот конкретная вещь, она подходит, она является, она вот по своим личным характеристикам, да, она подходит, вот нужна на этой выставке или как она будет там восприниматься, и как она будет смотреться, да, и что она скажет, что можно сказать ей. Благодарю, и снова вопрос Юлии, как куратору будущей выставки, когда я упомянул фразу о том, что, может быть, какие-то плакаты были забракованы, вы возразили, что нет, не было таких плакатов, и что будет, словом говоря, плакаты будут находиться в двух пространствах, в интернете и в физическом пространстве в галерее. Скажите, а здесь все-таки не угадывается некоторая иерархия? Некоторые отобранные плакаты существуют в физическом пространстве, а все-все-все живут в виртуальном. Но мы уже говорили в прошлый раз, что виртуальное пространство порой даже стало более значимым в смысле достигаемости аудитории, того, насколько широко этот плакат становится известным, потому что сколько людей попадут в галерею, даже если не будут стоять в очереди, и сколько людей нажмут мышкой на сайт и попадут туда. Но все-таки часть плакатов будет отобрана для того, чтобы, условно говоря, висеть на стенах. Это все-таки некоторая иерархия, или я ошибаюсь? Определенная иерархия, безусловно, есть, поскольку я бы так сказала, что мы не столько оценивали качество плакатов, поскольку почти все заявки, которые нам пришли, за редким исключением, были очень высокого качества. В данном случае главным критерием было то, о чем говорил Даниил, это созвучность времени. нам было важно, собственно, это выставка исследований, нам было важно самим увидеть какие-то тренды. И когда мы видели, что работа соответствует какому-то настроению времени, что она не выглядит действительно как какая-то устаревшая со статической точки зрения, мы ее брали. Но кроме того, для меня лично еще большой вопрос, и мне будет очень интересно увидеть эти работы в новом контексте. Потому что когда ты просматриваешь плакаты на экране компьютера, это совсем другое дело, чем когда ты видишь их, условно говоря, в белом кубе, на белой стене вживую. И как они будут работать, это тоже интересно, и увидим мы это, видимо, только к 26-му, к открытию выставки. 26 июня открывается выставка. Да. Таким образом, я хотел бы задать вопрос, который, может быть, несколько закругляет нашу дискуссию, потому что она является условной добавкой к прерванной дискуссии. Юлия, вы упомянули созвучность времени, настроение времени. Даниил использовал другие фразы, но, в принципе, говорил о том же. Может быть, вы оба могли бы коротко, со своей точки зрения, рассказать о том, что это за время, созвучность чему, что происходит в это время, настроение времени. Представьте себе, что вы перенеслись, допустим, во времени в будущее, и сейчас готовите 10-ю юбилейную выставку, и оглядываетесь назад, и смотрите первую. И что произошло тогда, в 2021 году, с 26-го июня? Каково было это время? Как оно звучало? Потому что сегодня упоминалось, 80-е и 90-е, я подразумеваю, что вы каким-то образом можете основные тенденции того времени упомянуть. 80-е – это, может быть, перестройка, открытие запрещенной истории, 90-е – это нечто безумно новое, Запад ворвался, и мы живем совсем в другом обществе. А вот какова созвучность нынешнему времени? Что это за время? Как оно звучит? Можно, наверное, отчасти процитировать плакат один. Вот, кстати, интересно, тоже один из критерий плакат, можно все-таки пересказать, по крайней мере, многие плакаты, нужно пересказать. Вот, хотя в самом плакате зачастую содержится гораздо больше информации, чем в скате, чем в том месседже, который, может быть, его даже вложили. Очень хорошая характеристика времени. Плакат я не помню чей. Это зеленый фон, на нем травяной. На нем такие ограждения, очень-очень много ограждений. И вместо внутреннего заполнения вот этого решетчатого, да, этих заграждений написано «заборы, заборы, 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 заборы». Вот. Вот, наверное, вот я бы свел, если в целом, я бы свел вот к этому плакату. Благодарю словесные заборы, получается. И заборы, созданные словом, или слово превращается в строительный материал. Хорошо. Юлия, ваша версия? Да, ну, Данил так образно сказал. Я, скорее, в последнее время размышляю вообще о выводах, которые мы сделали, когда увидели все эти плакаты, потому что они-то как раз время в каком-то смысле определяют. Конечно, что касается тем, то это абсолютно точно критика, присутствует критика современных социально-политических реалий, я бы так сказала, во-первых. С другой стороны, мы можем наблюдать, что плакаты… У нас выставка называется «Петербургский плакат». А плакат-то не совсем петербургский получился в итоге, потому что люди, которые работают в Петербурге, мало отличаются по тому, что они делают, от людей, которые, не знаю, я думаю, что в Латвии работают или в Риге, ну, в смысле, в Риге, или, например, я не знаю, там, в Токио. Конечно, есть какие-то отличия, но глобально мы видим, что плакат стал таким проявлением глобализма, потому что здесь, видимо, очень тесные связи, и мы можем говорить, что российский, петербургский плакат, он является частью какой-то большой плакатной культуры, скажем так. Вот. Ну и, конечно, еще один очень важный вывод, что постмодернизм, по-моему, не очень-то преодолен, потому что практически большая часть плакатов так или иначе заимствуют какие-то культурные феномены, какие-то элементы знаменитых произведений искусства и плакатов, которые были в 80-е, в 20-е, в 90-е годы. То есть вот это постоянное цитирование мы видим, и это хорошо и интересно, мне кажется. благодарю за эти две цитаты и все? И опять нас выбросило. Нет, не выбросило, еще минуты есть, я думаю. Ой, ура, здорово. Там было просто написано, что осталось несколько минут, я тоже уже немножко расслабился. В любом случае, я хочу сказать, что мы сегодня попытались сделать своеобразную добавку к нашей предыдущей беседе, и упомянуть о том, что ожидает посетителей галереи Арт-лига в Петербурге, когда не смогут посмотреть на состояние петербургского плаката здесь и сейчас, хотя мы узнали, что это большой список участников выставки, которые, собственно говоря, живут в разных городах мира, но работают в данный момент в Петербурге. Я хотел бы поблагодарить куратора художественной галереи Арт-лига Юлию Рыбакову и художника-дизайнера Данила Вяткина за сегодняшнюю беседу. Я желаю вам успехов в создании этой первой выставки, и я думаю, что сегодня мы сможем себе позволить такую роскошь, как неспешно выйти из Зума, которая обещает нам еще несколько минут, чтобы нас опять не выбросило, выйдем сами. Я пожелаю вам всяческих успехов и выносливости, потому что она вам понадобится, может быть, для создания целого цикла выставок. Я помню, что шла речь и о возможной бьеннале, но об этом мы поговорим в следующий раз. Благодарю еще раз Юлия и Данил, и придется к вам приехать и снова посетить вас в июле. Зайду в галерею и посмотрю, что в результате получилось. Благодарю наших радиослушателей за то, что были столь терпеливы на фоне некоторых технических перепадов и волнений. Я думаю, что все получится. Еще раз большое спасибо, хорошего вам жаркого лета и до следующей встречи. До свидания. И слушайте Радио Болтком.